Всем приветики! У нас сегодня с вами, ну не знаю, влог, не влог, скорее даже болталка на такую вот интересную тему, которая у меня возникла после встречи с одним из моих клиентов. В общем, встречалась я по рабочим вопросам. И вот иногда затрагиваются такие очень интересные темы. Кстати, у меня есть видео на канале «Он был в шоке» тоже тема интересная у нас возникла и сейчас. Так вот, человек мне рассказывает, что люди делятся на две категории. Я с ним, кстати, полностью согласна. Ну, может быть, не то, чтобы на две, чуть больше. Есть ещё нейтральные люди, но в основном есть те люди, которые любят хвастаться. И есть те люди, которые любят прибедняться. Вот две такие категории. Давайте вот разберём эту тему. Она такая интересная, тоже мы рассказывали, ну, разговаривали, он рассказывал какие-то свои там примеры, возмущался. Вот и поэтому мне навеяло тоже, знаете, какие-то воспоминания из своего окружения. Действительно, есть такие люди, которым просто жизненно необходимо хвастаться. Причём всем чем угодно хвастаться, хвастаться. У них прям такая потребность кому-то что-то доказывать. Это выглядит со стороны именно так. То есть они иной раз, мне кажется, даже хотят поверить в то, что говорят. Им надо это и кому-то доказать, и себе в это поверить. То есть они, наверное, станут от этого более счастливыми, что ли. Им что-то в жизни не хватает, поэтому необходимо вот это хвастовство. Те, которые прибедняются, почему они так делают? Кстати, обычно, да, как показывает практика, те люди, которые хвастаются, они нищеброды. Потому что хвастаются в основном чем? Материальным чем-то, но не всегда иногда хвастаются отношениями. Это мы чуть попозже обсудим. Значит, а те, кто прибедняются, они на самом деле богатые люди и стараются это скрыть. Кстати, это более умные люди, которые так себе идут. Хотя я не поощряю тех, которые прибедняются. Так вот, смотрите, те, которые хвастаются, они хотят кому-то что-то доказать и хотят себе доказать, поверить в это, что все у меня хорошо, все-таки, да. Со стороны выглядят смешными. Те, которые прибедняются, во-первых, они боятся либо сглаза, потому что все-таки счастье любит тишину, правда же. Либо они хотят каких-то бонусов от других людей. То есть для чего-то же они прибедняются, не просто же так, правда же. Либо, говорю, сглаза боятся, либо те, которые в это вовсю не верят, они хотят, ну, либо наследство какое-то перед родственниками прибедняется, либо они хотят, может быть, в интернете, например, такие тоже есть, они хотят донатов, да, либо там еще что-то такое, да, то есть такие люди тоже есть. Ну, давайте вот некоторые истории разберем, так сказать, из жизни, раз это такая рубрика. Значит, смотрите, хвастаться можно же не только чем-то материальным. Нет, хвастаться можно, я говорю, и отношениями. Ой, снегирей вижу, слушайте, так прикольно. На первый раз в конце зимы я обратила внимание на снегирей, ну, как-то не попадались, ну, ладно. Так вот, значит, такая ситуация. Две семейные пары, муж с женой и муж с женой, возрастные, возрастные люди уже. И получается так, что один муж, ну, из пары муж умирает, да, женщина остается вдовой. Отношения у них были, ну, скажем так, обыкновенные, нормальные, не сильно хорошие, не сильно плохие, обыкновенные. Остается вторая пара, они дружат между собой, друзья, вот с четвером, да. Остается вторая пара, муж с женой, у них отношения между собой плохие были. То есть они, как вот, модно сейчас, не модно, они скидывались на питание, на квартплату, то есть жили, ну, вот таким вот образом в складчину, скидывались. И каждый друг от друга сундучил деньги. И причем она, женщина в этой паре, обсуждала эту ситуацию. В общем, грубо говоря, мыла кости своему супругу с этой второй своей подругой, у которой умер муж. Прям вообще, и когда умер муж у этой подруги, да, нормальная реакция человека какая была бы? Человека поддержать, посочувствовать, как бы, да. А вот у этой подруги, у которой муж остался жить, жив, так сказать, еще пока, она мечтала об этом, чтобы стать вдовой, чтобы ее муж умер, чтобы унаследовать квартиру, которая записана на него. Это несовместно нажитое имущество было, это добрачная его квартира, поэтому она там, как бы, на птичьих правах хоть всю жизнь там и прожила. Просто время от времени я об этом напоминаю, да. Хотела, наконец, перестать сундучить свои деньги, сбережения там очень много, и жить в свое удовольствие. И узаконить квартиру, как наследница, в первую очередь, и жена. Вот. Но он живой, и они продолжают ругаться. И что она делает? Она настолько позоветила этой подруге, которая осталась вдовой, что стала постоянно говорить ей вот такие вещи, например, ой, меня муж обнимал так сегодня, он меня даже вообще приобнял, поцеловал, за руку ходили, и вот у той второй подруги глаза на лоб полезли. То есть она привыкла, что она всегда шаловалась на мужу, что она его ненавидит, она хочет, чтобы он умер, что там ужасные отношения просто. И вот она стала вести себя подобным образом. Почему так произошло? Она стала завидовать, что да, стала вдовой, понимаете? Но подругой она дорожила, и, ну, та, которая хвасталась, она дорожила этим контактом, она хотела его сохранить. Но вела себя крайне глупо. Естественно, контакта она не сохранила, потому что та, которая осталась вдовой, она хотела сочувствия какого-то. И уж ни в коем случае, чтобы вот та женщина, подруга вторая, не хвасталась ей живым мужем, да, то есть он так вот все перевернулось у них. И, конечно же, они перестали общаться, хотя много лет всю жизнь, что называется, дружили. Это к чему я говорю? Вот, например, у меня тоже есть подруга. Она не замужем, никогда не была замужем, да, то есть это ее больной вопрос. Она по сайтам ходит, по мужикам, когда-то там их ищет, мужиков этих меняет, у нее ничего не складывается, ну, не получается. У меня есть муж. Я стараюсь при ней о том, что я там, ну, замужем, живу с мужем, у нас все хорошо. Я стараюсь ей об этом не говорить, вообще не упоминать о существовании своего мужа. Почему? Потому что мы все, прежде всего, люди. И я понимаю прекрасно, что это чистая психология. Ей будет неприятно слышать об этом лишний раз. Это не то, что я бы даже хвасталась там, нет, ни в коем мере. Просто, как бы, знаете, ну, раз в разговоре там, ой, мой там то сделал, мой там это сделал, как бы, да, у меня такого нет, потому что я контролирую то, что я говорю, когда нахожусь с ней, потому что я осознаю прекрасно, что ей будет неприятно лишний раз об этом слышать. А я хочу сохранить этот контакт. Мне с ней нравится общаться, мне с ней хорошо общаться. Это моя подруга. Зачем мне даже чисто по-человечески доставлять ей такие неприятные моменты? Ну, правда же? Это, по-моему, очевидная вещь, но, видите, не для всех. Еще одна такая история вспоминается. Это вообще, когда люди хвастаются третьими лицами. Вот мне это вообще непонятно. То есть, когда похвастаться собой, как бы, нечем, да, ну, нечем похвастаться и все, а так хочется почему-то вот именно тебе похвастаться, наверное, потому что, ну, ты вызываешь у меня какие-то нехорошие чувства, да, вот есть такие люди. И похвастаюсь-ка я третьими людьми. Смотрите, какая была ситуация вот под эту вот именно историю. Мы где-то чуть, ну, год назад, может быть, чуть меньше, чем год назад, реставрировали в квартире паркет, циклевали паркет, да, то есть, ну, значит, вызвали этих специально обученных людей, это были двое мужчин, там, ну, паркет, циклевать, это, конечно, дорого, ну, как есть, говорю, как факт. Это муторно, они там технику сносились, ну, короче, двое мужчин. Один мужчина работал молча, просто делал свое дело. Второй оказался, не хочу это выражение говорить про ящик, но очень молдливый, очень. Он ходил, что-то разговаривал, любил хвастаться. Вот я помню, несколько дней они это делали, работали у нас, и хвастался. Ну, с собой как бы нечем хвастаться, потому что он разведен, живет на окраине, в однушке, в панельном доме, ну, просто, опять же, говорю, как факт, да. А так хотелось похвастаться, и я начинал хвастаться своими какими-то другими заказчиками. Но со стороны это было так нелепо. Ну, как бы, да, мы свободные уши, он там бла-бла-бла что-то говорит, но при этом и не забывает что-то выспрашивать. А где вы работаете? А сколько лет вашим детям? И так, ну, как бы, да, вот такого плана все. Да все бы ничего, ладно, ничто человеческое, как говорится, никому не чуждо. Но вот этот вот дяденька, он, смотрите, чем хвастался. И я когда-то, там, лет, там, сколько-то назад делал, циклевал паркет в каком-то коттедже. Столько-то метров, там очень большой коттедж, не квартира. И там у хозяина, у заказчика была любовница. Представляете, он мне уже работу еще не оплатил, а эта любовница пришла, и на шпильках по свежеотполированному там, ну, лакому, когда лак наносят, там, я не пойду, как это называется. Ну, в общем. По этому паркету лак этот должен застыть. То есть надо часа три где-то погулять на улице, чтобы он застыл, ходить нельзя. И она прям в шпильках пошла по этому паркету свеженькому, вот цок-цок-цок. А он еще со мной не рассчитался. Я хозяину сказал, он, да ладно, что, двойную, там, типа, заплачут стоимость, цену двойную за то, что ты это изначально сделала и за то, что ты это переделаешь. Представляете, как бы, чем ты хвастаешься, что мужика-любовница, если что, на шпильках, может от того, что безмозглая пройти по свежеотделанному паркету, и то, что ее дяденька-любовник будет за это платить, я не понимаю, чем он тут хвастался. Ну, наверное, чем-то есть хвастаться. Может быть тем, что заказчик может заплатить вот эту двойную цену за работу. Любовницу надо просто менять, найти с мозгами, да, а не на шпильках. Ну, ладно, это такое маленькое лирическое отступление. Просто вспоминаю. И как бы, все бы ничего. Ну, мы, например, когда договаривались о стоимости паркета, ну, как бы, все понятно. Лак входит в стоимость и сама работа, естественно. Цена была озвучена. И вот наступил момент расчета, помню. Это я сейчас к чему говорю? К тому, что в каждой ситуации надо оставаться человеком и как бы стараться, по крайней мере, оставить о себе хорошее мнение и не обкакаться в конце. Так вот, момент расчета. Я с ним рассчитываю, значит. И он такой, ой, я забыл сказать, мне еще надо за что-то там шпатель, шпаклевка, шпатлевка, ну, что-то такое. Что-то они там делали с шпателем, шпатлевками, какая-то такая фигня была, не помню. Надо еще доплатить 25 рублей белорусских. Ну, чтобы вы понимали, в российских это где-то рублей 800. 750, 800, что-то такое, по-моему. Ну, как бы копейки, да, учитывая глобальность вот этого вот ремонта, цеплевания паркета. Но сам факт, да, то есть мы не договаривались. Мы договорились только вот конкретно. Работа там, лак и все, всякие эти мелочевки, шпаклевки. Он еще говорил, что это входит уже в эту стоимость, да. Мне не жалко эти 25 рублей, ну, 800 российских. Абсолютно, это копейки. Но сам факт, это было, понимаете, так наигранно. И когда он же должен делиться со вторым партнером, то есть второй там что-то делал, доделал, как всегда работал, а это такой бла-бла-бла. И вот сказал, что надо ему еще урвать вот эти вот деньги. И так в тихушку, чтобы второй не слышал. Я, конечно, могла там сказать, мы уже не договорились, потом думали, слушайте, что я буду из-за каких-то копеек там что-то говорить. То есть я, естественно, ему отдала эти 25 рублей, надо получить, что называется, в плечи. Но просто сам факт, да, то есть человек испортил о себе впечатление. Я понимаю, например, что у нас не так много людей, которые занимаются циклеванием паркета. Но он не один, у него есть конкуренты. И вот, например, ко мне как-то после этого случая тоже обращались знакомые. Ну, вот вы, типа, недавно паркет реставрировали, можешь кого-то порекомендовать. И я его не стала рекомендовать, потому что я не хочу, чтобы вот он, как бы, обо мне даже такое было мнение, что я порекомендовала такого специалиста, который, ну, хочет немножечко обмануть и нажиться даже на мелочи. Это неприятно. То есть человек оставил о себе такое негативное впечатление, даже не в том плане, что и хвастался тоже чужими людьми. То есть, как бы, да, самое утро я разведённый, живу на окране, но у меня когда-то были такие заказчики крутые, я начинаю рассказывать про крутых заказчиков, да, и про то, что вот он так поступил с этими деньгами, как бы, да. То есть всегда надо оставлять о себе хорошее мнение. Ну, в общем, такая получилась тема про тех, кто прибедняется и почему они прибедняются. И, как правило, это действительно богатые люди. Ну, ты же, знаете, из той же серии, что счастье любит тишину, да. Не надо всем рассказывать про свои богатства, где ты работаешь, каким образом ты на самом деле зарабатываешь деньги и так далее и тому подобное. И чтобы не вызывать это чувство зависти. Ну, зачем? Потому что зависть – это равно ненависть. Это правда. Я знаю, что многие могут с этим не согласиться, а многие согласны, потому что зависть равно ненависть. И зачем вызывать вот это чувство ненависти и зависти? Не понимаю. И другие люди, которые любят вызывать именно чувство зависти, которые хвастаются. Таким образом, они как бы самоутверждаются и пытаются поверить в ту сказку, которую рассказывают людям. И, как правило, таких людей можно только пожалеть. У них на самом деле нет денег, нет отношений, чувствуют они себя глубоко несчастными. Просто хотят сами поверить в то, что они говорят. В общем, пишите свои истории, сталкивались ли вы в жизни с хвостунами. Или наоборот, вы сталкивались с теми людьми, которые предпочитают прибедняться. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока.